Здравствуйте, меня зовут Профатила Вадарья. Я пианистка, музыкант. Музыка мне нравится абсолютно разная. Классическая музыка, естественно. В классической музыке Рахманина, Шопен. Ди-би-си стал нравиться с недавних пор. Бах. Обожаю Баха. Современная музыка, слушаю разную и рок, и джаз, и блюз. Какую-то музыку я не могу слушать. Я начинаю критиковать среди друзей, объясняя, почему это невозможно слушать. Иногда даже навязываю то, что я слушаю. Но в целом друзья остаются довольны моим выбором. Музыка, она развивает интеллектуальные способности. Сам по себе человек, когда он изучает музыку, он знакомится с новым языком. Наравне как английский изучатель, немецкий. Когда я играю что-то, какое-либо произведение, я пытаюсь представить природу, именно пейзажи. Музыка Баха я вижу как в качестве диалога, когда люди разговаривают между собой, потому что у Баха многоголось, у него несколько голосов. У мамы свои взгляды на музыку, а у меня с течением времени сложились свои взгляды. И иногда мы даже спорим, как то или иную вещь исполнить. Мама говорит, здесь затяни, здесь выразительно сыграй. Тут наоборот не затягивает, тут не ритмично сыграла, а как я по ритму сыграла, все правильно сделала, я вот так вижу. Ну и, конечно, бывают споры. Не серьезные, но все равно. Тяжеловато бывает порой. Но в целом даже очень хорошо, что у меня мама музыкант. Она понимает всю эту профессию, все эти нюансы в профессии, помогает и поддерживает. А я маму поддерживаю. Мама не хотела, чтобы я обучалась на фортепиано, я ее упрашивала с детства. Я была маленькая, я не знала, что это трудно. Мама же меня не хотела поэтому отдавать, она знала, что это большой труд. И хотелось в одно даже время бросить. Ну, отец сказал, раз ты взялась, доучивайся, нечего прыгать по верхам. Пришлось доучиваться, было сложно, было тяжело. Но уже в конце, когда колледж я заканчивала, уже пришло осознание того, что мне это надо. Не то, что как неизбежно я приняла, как образ жизни стал. Как вошло, бывает, люди встают с утра, они умываются, чистят зубы. А для меня нужно позаниматься, что-то сыграть. Иначе я чувствовать себя буду, как будто бы я что-то не сделала, не умылась, к примеру. Ну, как-то привычку вошло. Вот говорят, музыкант, бедный человек, нищий, на папертик играет, у всех ассоциация со скрипачом, который играет в переходе. Да нет, можно и музыкантом хорошо заработать. Ну, если при этом бегать, искать какие-то пути, заниматься, саморазвиваться, не сидеть на месте. Моя цель – воспитать людей молодых, детей, проявить им любовь к музыке, прекрасному. Как-то, не знаю, сделать чуть-чуть получше мир, чуть-чуть получше наших детей. Ведь сейчас такое время, они ничего хорошего не видят. Идешь по улице, кто-то перед тобой бумажку кидает или окурок бросает, или же хамит старшим где-нибудь в автобусе или в общественном месте, ведет себя вызывающе. Ну, как-то вот, не знаю, не обидно становится. Я хочу, чтобы получше люди были. Я стараюсь воспитывать не только маленьких детей, я еще работаю преподавателем в педагогическом колледже, я еще со студентами работаю. Я еще пытаюсь сделать чуть лучше студента. Бывает, что у нас недопонимания возникают на этой почве, ну, в целом, мне кажется, у меня получается. Понимаете? Музыка. 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 Продолжение следует...